добрый вечер всем после перерыва небольшого связано с семейными торжествами мы возобновляем наши занятия я напоминаю вам чем мы занимались прошлый раз мы занимались книгой судей смотрели его как бы макро структуру этой книги как она ее композицию и сегодня и обратили внимание на то что это композиция содержит себе некоторая внутренняя содержательная противоречия мы виделись том что рассказы о судьях стоят отдельно от некоторой общей рамки которая включает себя двойное вступление в книгу судей два заключительных рассказа и всего всякого рода редакторские вставки которые создают ну что называется такой вот дурную бесконечность процесса который все время возобновляется процесс греха наказания пользы о спасении послание спасителя победы и снова греха и наказания и таким образом автор книги судей создает картину непрекращающегося грешного поведения народа израиля небольшими интермедиями увидим не сегодня правда сегодня мы об этом не будем говорить но мы увидим что к чему собственно говоря ведет кроме того мы с вами видели что это структура создает совершенно очевидное противостояние между коленами иуды который является центральным и первым в редакторской части книги судей во вступление в заключительных рассказах и почти не упоминается самих рассказах о судьях все судьи за исключением первого принадлежат к северным коленам а что касается первого судьи вот не лясы наклаза рассказа которым появляется в третьей главе книги судей то мы сказали могли убедиться в том что рассказ-то судя по всему тоже не является исконной традицией о подвигах судей израиля поскольку во-первых это единственный персонаж который упомянут его вступление книги судей вот не льцингназа во вторых поскольку рассказ нем носит крайне схематичный и краткий характер в третьих потому что образ врага в этом рассказе существенно отличается всех остальных если все остальные враги в рассказах о судьях это представители окрестных народов будь то канонейские народы а вам он где он филистимляне то здесь в роли врага выступает некий таинственный кушан решатаем из арам на райма из месопотамии что по всей видимости призвано показать что именно судья из колена иуды открывает галерею героев израиля и он побеждает самого сильного и серьезного врага и четвертое четвертое соображение было чисто текстологическим я представил вам концовку и иошуа по септу агенте которая сразу же после рассказа о смерти иошуа переходит к рассказу о том как израиль был порабощен иглоном царем муава то есть рассказ следующий за рассказом опыт не или сынок назад сегодня об этом рассказе раз поговорим и получается что тот то последовательность которая отрождает отражает концовка книги иошуа согласно септу агенте не включал в себя ни вступления в книги судей книгу судей не рассказывать не или сынок назад сразу же после смерти иошуа переходила к рассказу который которому мы тоже сейчас приступим рассказ о и гуде сыне геры в третьей главе книги судей теперь мы сегодня что называется рассмотрим два кейс стаде который иллюстрирует вот эту внутреннюю противоречивость книги судей один кейс стаде будет связан с коленом бенемина а другой будет связан с коленом данных вот мы сразу же приступим при этом я сегодня в отличие от остальных занятий не стал готовить какой-то специальный файл потому что речь идет о довольно больших кусках текста поэтому я рекомендую всем у кого под руками либо на советский текст тонах либо любой перевод и еврейской библии просто как бы открыть эти тексты и следить за нами мы не будем читать каждый стих мы будем смотреть нет общую структуру теперь мы сделаем таким образом сначала обсудим первый кейс стаде потом я открою как бы называется такой форум вопросов и ответов кору небольшой а потом уже перейдем к второму кейс стаде естественно если по ходу дела будут появляться какие-то очень горящие вопросы их можно будет задавать и по ходу дела значит это алена бениамина в книге судей алена бениамина в книге судей представлена в первую очередь рассказом который я уже только что упоминал рассказ о судье которого зовут и гуд бен гера про этого судью у нас есть рассказ гораздо более красочный и насыщенные подробностями чем рассказ об отне ли сына кназа лечла о нескольких стихах здесь же такое довольно большой рассказ который начинается двенадцатым стихом 3 главы и завершается тридцать первым стихом 3 главы то есть практически вся больше ее часть занята под этот рассказ что собственно говоря рассказывается рассказывается о том что израиль порабощен иглоном царем муава муав напоминаю это сегодняшняя часть сегодняшней иордании ее южная часть не самый ну как бы серединной и южная часть к северу находит северная часть это библейский омон теперь слову говоря я правда натан по моей просьбе написал вам но я все-таки мечу что миша голосовский который отметил некоторые любопытную деталь был прав я в тот момент как-то это пропустил действительно тут говорится о том что мы обитяне захватили город называемый ирхат марин город пальм нам ничего не известно с исторической точки зрения о таком захвате потому что вообще-то мы обитяне находится на восточном берегу они на западном вот но в то же самое время на то порабощение которое описывается книги судей в данном рассказе относится как раз западному берегу потому что колено бениамина само по себе и колено ефраем и которые здесь упоминается расположены на западном берегу теперь город палим в данном контексте традиционно отождествляют ерехо город который находится в северной оконечности мертвого моря вот и и хотя есть судя по всему в танахи и другие города палим в районе мертвого моря полагают повторяю весь этот рассказ как прочим и все остальные рассказы книги судя не предоставляют нам возможности чтобы то ни было верифицировать реально и при помощи каких-то внешних источников которые вы сказали да у действительно такое событие она еще где-то зафиксировано она несомненно имела место в той или иной форме такой такого люкса у нас нет и он появляется только впервые когда мы из этого периода переходим в период монархии царство это не сразу только лишь начиная где-то с 9 века до новой эры то есть уже в период разделенного царства у нас есть какие-то внешние свидетельства мы об этом говорили так или иначе что же здесь рассказывается рассказывается что израиль был подчинен и главному царю муава в течение 18 лет и как водится сыновья израиля возопили господу и он дал им спасителя в образе этого самого и гуда бен гиры бен хаймини то есть из колена бен емина который был левшой это важная деталь которая играет роль как в этом рассказе так и в дальнейшем мы увидим что в другом месте где появляется колено бен емина в книге судей там делается как бы общее замечание какое-то странное но тем не менее что все войны колено бен емина все как один были левши на иврите современном иврите левша это как известно смоли смоли а на библейской вы видите такое редкое выражение встречающиеся только в книге судей иш итер яд иминино иш итер яд имино то есть человек условно говоря не владеющий как следует правой рукой здесь это конечно обыграна а потому что колено бен емина на она связана со словом я мин судя по всему действительно связано со словами мин опять же не будущее спускаться в подробности от чего это так но но как бы там ни было здесь есть игра слов колено бен емина бен хай мини и он левша иш итер яд ими но ими ними дальше описывается некоторая тактическая хитрость становяя израиля посылают главную царя муава дань во главе делегации стоит как раз у которого на поясе подвешен меч обоюдоострый и он его как бы вешает как раз на правое бедро с тем чтобы левой рукой его выхватить по мере на месте и прячет его под одеждой он подносит приносит дань иглону царю мова при этом сообщается что иглон царь мало был человек довольно таки полный и когда тот и когда он закончил приносить туда не этот дар и было и отослал делегацию игл обращается обращается к царю и говорит у меня для тебя есть некое тайное слово у меня для тебя есть тайное слово тем самым он естественно пробудил пробудил любопытство царя и тот говорит ему только тише пусть все выйдут и тогда ты мне скажешь значит они находятся в некой горнице остаются вдвоем и вот говорит у меня к тебе слово божье слово или дело барыну гимле и лях и когда глон царь муава слышит эти слова то он уважение к тому что это некоторые как он полагает оракул от бога он встает со своего трона айгуд в этот момент выхватывает меч левой рукой и поражает иглона живот дальше тут описывается некоторые натуралистические подробности того какого какой характер носила это рано и затем и вот выходит закрывая за собой дверь и возвращается домой причем говорит что говорит людям иглона что царь царю сейчас заходить нельзя потому что он справляет естественные надобности и те естественно ждут но поскольку царь не открывает дверей то тогда они вынуждены открыть сами и что они видят что их царь падает мертвый на землю за это время и губик успевает уже убежать уйти потом стать вся эта история в скобках отмечу была обыграна в более поздней книге иудит ну король и гуда уже играла женщина там тоже подобная же ситуация описывается вот так вот и гуд успевает уйти он убегает через некое место которое называется сыр как правило как правило это связано с домом но не очень понятно что это значит здесь действительно странный путь тогда он тебе избирает окольный вот география здесь не очень ясно вот после этого он тубит шофар на горе на горах и фраима вызывает себе израильтян и говорит господь отдал нам наших врагов наши руки и давайте захватываете переправу через иордан там где ну а там где мы а ведь они и после этого описывается победа над моавом сокрушительное поражение которое мало было нанесенной результате которого было убито 10000 мавитян ему а в покорился израилю и земля израиля после этого в течение 80 лет не знала никаких войн значит сама по себе как бы ситуация конфликта между израилем и мавом ситуация известная это эти конфликты продолжались и в царский период в частности такая ситуация описывается во времена правления царя израиля и о рама и царя иудея и о шафата большую часть времени царств монархический период моав был фактически подчинен израилю какой-то момент освободился это описано в стеле известной стеле царя моава мейши сейчас не время об этом говорить это гораздо более поздние события то это как бы некоторый общий контекст взаимоотношений израиля и моава что мы видим в этом рассказе в этом рассказе мы видим изображение героя израиля и этот герой израиля принадлежит колено бениамина он спасите он пользуется некой хитростью он обманывает вражеского царя но в данном случае обман никак не осуждается наоборот все что делает их у бенгера расслабляется и поднимается на щит он спасает израиль и более того это спасение продолжается пожалуй самый долгий срок книги судей целых 80 лет и в общем из этого эпизода то что мы можем понять почерпнуть что колено бениамина в каком-то смысле находится в авангарде спасителя израиль фактически первый рассказ реальный первый рассказ о спасении израиля это рассказ о представителе колено бениамина это конечно не случайно мы не можем сбрасывать со счетов то обстоятельство я думаю что все вы это знаете что первый царь израиля который который рассказывается лишь муэля принадлежал колено бениамина это был царь шаул он же спасал израиль с одной стороны от филистимлян а с другой стороны от амонитян вот на хаша царя амона там не идет речь и ума ави но тем не менее роль которую играет первый царь израиля шауль в известной степени подобно роли иуда сына геры так что налицо здесь некоторая парадигма если говорить кто впереди то впереди как раз не иуда а бениамин теперь отсюда мы перейдем в другой рассказ который завершает это рассказ я его упоминал в прошлый раз рассказ наложен да пожалуйста лишь а ты можешь прокомментировать у нас есть и руль бенгеры и есть еще такой персонаж и шиме бенгеры да я могу это прокомментировать я думаю что поскольку оба принадлежат семье бениамина то надо полагать что собственно говоря не обязана быть прямыми родственниками но более того даже меня не обязаны предполагать что имя гера было исключительно наследным именем колена бениамина но тот факт что самом тонахи это имя встречается именно в связи с коленом бениамина и в одном из этих случаев случае шиме бенгера речь идет о прямом родственнике царя шаула который уже после смерти шауля и воцарении давида обвиняет последнего в том что он привел к падению дома шауля что он убийца что что то обстоятельство что его собственный сын поднял него меч описывается в рассказе о восстании а в шалома сына давида против собственного отца вот тогда шиме бенгера когда давид бежит из иерусалима он проклинает давида как там сказано к лаланим рецеп очень сильным проклятием вот и и обвиняет его в уничтожении дома шаула вот так что я думаю что по крайней мере в глазах автора это не случайно на это некоторое соединение истории и гуда сына геры с историей о царстве шауля сверх этого ничего прокомментировать не могу а потому что опять же это не значит что некая историческая действительность это исключительное имя колено бениамина теперь повторяю мы переходим к девятнадцатой главе книги судей это сам ее конец и там рассказывается история тяжелейшая мы сейчас не будем всю эту историю обсуждать а только ее как бы первую часть такая история поистине шекспировского накала рассказывается там следующее что некий левит который жил на территории горы эфраемского на горе горы эфраема взял себе жену наложницу из бейтлехема иудейского сразу же отметим бейтлехем иудейский это конечно название знаковое потому что это тот самый город потом последствии рождается будущий царь давид теперь дальше рассказывается что это наложница оказалась неверной и видимо произошел некий развод во всяком случае она возвращается в дом своего отца и там находится в течение не очень ясно то ли год и четыре месяца то ли просто четыре месяца зависит от перевода но видимо ее муж так ее любил что даже в конечном счете готов был простить ее измену и он пошел вслед за ней с тем чтобы уговорить ее вернуться и пришел со своим слугой и с некоторым скарбом в доме отца тот обрадовался гостью ввел его в дом своего зятя и тот у него находится в течение трех дней они пируют на четвертый день утром они собираются встать и такая как бы известная известная цифровая связка числовая связка в танахи обычно называют кодовым понятием шло шарба на три каких-то этапа в которых одно и то же действие повторяется а на четвертом этапе происходит некое изменение так и здесь на четвертый день они собираются выходить но это лишь иллюзия потому что отец девушки начинает уговаривать своего зятя еще повременить поесть пойти потом и они остаются и опять пируют и отец девушки говорит ну уж заночуйте если да но левит упрямится хочет идти а тот его страшно уговаривает и в результате он заночевал тогда уже на пятый день они собираются идти и снова отец девушки говорит ну давайте вы все-таки еще раз угоститесь и те снова до самого конца дня продолжают пировать такой сплошной пир и в конце пятого дня они пытаются выйти и опять эти девушки говорит вот уже вечер зачем вам идти давайте-ка лучше заночуете со мной утром станете и пойдете своим путем но на этот раз взять действительно за упрямился и они вышли вот это совершенно потрясающее гостеприимство тесте который во что бы то ни стало хочет угостить и и приютить у себя своего зятя с его слугой довольно такая существенная деталь нашем рассказе мы к ней еще вернемся пока же происходит следующий вечер они как раз идут к северу и понятно что первая остановка это иерусалим он же и вуз город называемый и вуз город который в то в те времена был заселён согласно ряду текстов канаха не еще не иудеями а ханаанским населением ханаанским народом под названием и усеи и слуга говорит своему господину давай остановимся здесь в этом городе и заночуем на что господин отвечает нет мы не пойдем в город инородцев лучше вот дойдем к еще немножко севернее иерусалима дойдем до гивы его это примерно сегодняшний рай это кто живет в израиле и во всяком случае иерусалиме или вблизи иерусалима это приблизительно район из гадзеева значит дойдем до туда и они доходят до туда и солнце зашло дива это город принадлежащий бениамина теперь прошу отметить мы говорили о том что быть лехом знаковая знаковый город поскольку это город которым родится будущий царь давид агива это тоже знаковый город потому что это город столица первого царя израиля шауля вот они туда приходят и они находятся на улице точнее на площади города и никто не приглашает их в дом никто и у них есть прямая опасность заночевать прямо на улице но тут появляется некий старик который возвращается с полей вечером и он сам здесь чужестранец он не из не из рода бениамина и не из этого города рода он как сказано из эфраима он только живет в этой гиве жители города говорится здесь были имени то есть бениами тянь и вот он видит гостей и говорит куда вы идете откуда кто-то отвечает мы вот путники идем из бетляхима иудейского собираемся в горы эфраима и ищем ночлег никто нас не приглашает хотя мы не собираемся просить никакой корма для своего скота и для самих себя у нас все есть только бы где приночевать на что этот старик отвечает оставь я на мне пропитание тебя и твоего скота только не ночью на улице и он приводит его к себе домой и дает корм ослам омывает ноги гостям они едят и пьют и только они как бы входят что называется расслабляются появляются жители города который вдруг неожиданным образом называется здесь наиблияль наиблияль это в общем ругательное выражение которое ну примерно можно перевести как негодные люди наиблияль окружают дом стучат дверь и говорят хозяину ну-ка выведи к нам этого человека и мы его познаем причем надо иметь ввиду что как что этот глагол на иврите лада имеет несколько разных значений помимо значения узнать что либо он имеет значение познать смысле физическом значение сексуального контакта как сказано в книге берешит например в адам я дает хаваль что нам познал а у свою жену это выражение проникло европейские языки в том числе в русский понятно что они здесь подразумевают именно это из дальнейшего контекста понятно он к ним выходит и габарит хозяин дома братья мои не делайте этого не совершайте такого зла потому что эти люди пришли в мой дом не совершайте это ужасного деяния и мерзости вот моя дочь и его наложницы хотите я выведу вам их идея и их вы можете насиловать делайте с ними все что хотите а вот гостю моему не делайте ничего не делайте этого мерзкой вещи я сейчас не буду специально заострять внимание на шовинистическом как бы характере этого заявления это отдельный вопрос вот но по так или иначе жители не хотят принимать его убеждений и тогда сам этот левит схватил свою наложницу и вывел ее к ним наружу и они познали ее и издевались над ней всю ночь до утра и только лишь когда взошла заря они отпустили и женщина вернулась утру и легла у входа в дом там где находится находился ее господин и и муж и ждала там до начала дня он же встал утром открыл дверь дома и собирался идти и вот он видит свою наложницу которая упала у входа и руки свои положила на паром он не говорит стань пойдем но нет ответа и тогда он взял и положил ее на осла из того что нет ответа мы понимаем что она умерла он положил ее на осла и и пошел и вернулся в свое место после чего он вошел свой дом взял нож разрезал свою наложницу труп своей наложницы на 12 частей и разослал по всем пределам израиля то есть по количеству 12 колен и всякий кто видел это говорил не было такого не случалось со времен исхода сыновей израиля из египта надо что-то думать я на этом остановлюсь в изложении этого рассказа я только отмечу что этот рассказ является преамбулой гражданской войне потому что все колена израиля за исключением бениамина в пределах которого произошло это преступление собираются на совет после чего требуют от бенеметян выдать жителей гивы для наказания те отказываются выдавать и тогда начинается гражданская война мы к этой гражданской войне еще вернемся но не сегодня и не сейчас сейчас нас интересует другой момент может быть кто-нибудь из вас обратил внимание на то что этот рассказ нам сильно напоминает у этого рассказа есть явно какая какая-то как бы сказать интертекстуальная подоплека кто-нибудь может быть отзовется и скажет о чем идет речь вот 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 то есть иными словами история посаду тебе тогда карты ложатся таким образом если вы хорошо если вы помните истории о лоте и садоми предшествует история об авраами который принимает гостей гости эти есть ангелы посланники бога знает об этом авраам изначально или нет не очень понятно для нас сейчас не столь существенно важно что весь этот рассказ фактически восхваляет гостеприимство авраама впоследствии мудрецы эпохи мишны и талмуда мудрецы мидрашей как бы тоже превозносят гостеприимство авраама говорят что это центральная его черта и что даже ради того чтобы проявить гостеприимство он откладывает беседу с самим богом так или иначе очевидно что есть контраст между этими двумя главные лот тоже проявляет гостеприимство в садоми где он живет вот родственник авраама подобно старцу сбор и фраима фраима который живет в гиве вот тоже чужак в садоми контраст между отцом наложницы бетлехим иудейском и старцы сбор и фраима из гивы который казалось бы проявляет такое же гостеприимство как и вот этот самый отец наложницы контраст заключается в том легко это можете убедиться что гостеприимство это с некоторой червоточки потому что он готов костюме лечь чтобы защитить своего гостя но при этом свою дочь равно как и наложницу он готов отдать перечевидно что эта деталь почерпнута автором опять же из истории из-за садомской истории делот предлагает своих дочерей жителям сбешенным жителям садома с тем чтобы они не трогали гостей которые к нему пришли а гости это опять же ангел а в случае авраама три ангела в случае лота два ангела значит история которая рассказывается книги судей гораздо более реалистичная здесь нет никаких ангелов нет никаких чудес а потому что там ангелы вмешиваются в происходящее не дают жителям содома ворваться в дом поражают их слепотой а потом вообще уничтожают содом очевидно что и и жителям содома и жителям гивы инкриминируется одно и то же преступление надо отметить что впоследствии это преступление было переосмысленно переосмысленно прежде всего в рамках эллинистической традиции еврейской эллинистической традиции таких авторов как скажем филон или и оси флавий а впоследствии главным образом в рамках христианской традиции потому что как бы было заявлено что речь идет о гомосексуальных связях которые являются преступлением теперь действительно тора другом месте называет гомосексуальные связи проявлением греха запрещенного богом сейчас я не вдаюсь вопрос о том какова аргументация аргументация есть есть но надо полагать что на самом деле и в случае содома и в случае книги судей работает немножко другая концепция речь не идет конкретно о гомосексуальном отношениях а речь идет о вообще сексуальной распущенности это кстати говоря почувствовали мудрецы талмуда которые говорили о том что на самом деле садомитянам было все равно кого что называется поиметь лишь бы не допустить появление гостей своем городе а вот это сексуальная распущенность является оборотной стороной медали в их отношениях тем которые приходят не в гости не хотят принимать гостей не садомитяне не жители гивы теперь что же из этого следует на языке называется опусти да это называется это действительно называется опустить но я повторяю случае рассказа о гиве в конечном счете они насилуют женщину то есть как он то есть грех состоит не столько в сексуальной ориентации сколько в сексуальной распущенности и страшной жестокости происходящего теперь повторяю что же из этого следует из этого следует что автор нашего рассказа в книге судей с очевидностью использует садомский рассказ и создает по этой парадигме свою историю это можно назвать каком-то смысле своего рода мидража не совсем мидраж потому что это не просто толкование а это как бы некоторое переписывание на то что называется шехту в на иврите или на английском да вот как бы то что это например делает автор книг дебреями нередко но но здесь даже больше того не просто переписывание существующего рассказа а использование существующего рассказа в качестве своего рода матрицы шаблона для создания другого рассказа такого рода вещи встречаются в танахе тоже довольно таки часто но какова цель нашего автора чего он хочет собственно добиться судя по всему добиться он хочет одного однозначного очарнения колена бенемина превращения колена бенемина в шайку преступников которые занимаются только одним нападением на гостей которые приходят в их город и а жители других городов бенемина укрыт укрывательством этих разбойников них не выдают покрывают то есть как бы не проявляют некоторое пассивное соучастие в этом преступлении разумеется совсем чистых в этой истории нет на может быть единственным чистым человеком вся эта история является отец наложниц который изображается просто вот как такой своего рода второй евро все остальные включая самого левита люди довольно проблематичные сама эта наложница которая изменила сначала своему мужу и кто-то может быть скажет что она наказана за эту измену левит который с одной стороны готов идти за 3 9 земель за 3 9 земель чтобы вернуть свою наложницу с другой стороны тут же когда запахло жареным готов пожертвовать ею и проявляет абсолютная абсолютную индифферентность абсолютная равнодушие ее судьбе и когда она лежит без чувств фактически мертвая на пороге он все что он ей говорит это встань и пойдем но как бы здесь есть некоторая градация преступления а понятно что самые страшные преступники здесь это конечно представители колено бениамина которые по сути дела являются вторыми садомитянами теперь перед тем как я открою что называется премия форум вопросов и ответов я сразу же хочу сказать конечно можно как бы сказать ну все может быть вот гуд бен гера он такой великий герой с колено бениамина который спас израиль а с другой стороны в конце эпохи судей колено бениамина повело себя так нехорошо кстати говоря что существенно отметить это я забыл в этой же истории в главе о гражданской войне в следующей главе рассказывается о том что все жители бениамина были вот такими левшами а итер яд имено то есть это как бы очевидный намек на рассказ о бигуде сыне геры с точки зрения литературной здесь есть очевидная проблема есть явное противопоставление явное противоречие один рассказ возносит колено бениамина другой рассказ его наоборот бросает в грязь и нам конечно довольно важно существенно понять динамику этого процесса и и как бы мотивы толкающие автор книги судей на такое изображение колено бениамина мы к этому сейчас вернемся но сначала я открываю говорил уже форум вопросов и ответов если они есть по поводу того что мы сказали до сих пор у меня мелкое добавление про мелкое добавление проект бенкера да пожалуйста он у него обоюдоострый меч да я долго думал зачем то написано обоюдоострый меч а потом стало понятно большинство мечей в танахе они кривые у них одно лезвие внешне а у эудо бенкера обоюдоострый меч то есть прямой меч если он прятал на бедре то нормальный меч кривой его на бедре не спрячешь нужно прятать кинжал это прямой меч а прямой меч он как раз обоюдоострый он не пользовался двумя стриями это все нужно только для того чтобы объяснить что меч был прямой видимо не было слова для прямого меча окей спасибо миша важное добавление еще вопросы да но это скорее коммент коммент можно да проект бенкера сейчас не будем говорить а вот про рассказ про войну там как получается вот так это который ты рассказал про что колено бениамин она его явно очерняет вся эта история с наложенства в гиве а дальше история с гражданской войной сам колено бениамин в общем не представляется отрицательным героем они там даже можно усмотреть что такое геройское и вот я вспоминаю литературную ассоциацию песни о небелунгах в первой части песни о небелунгах у нас бургундцы во главе с хагеном герой и хаген главный положительный герой а в первой части песни о небелунгах значит он вообще-то злодей и получается что первая часть она как бы обоснование для второй я понял что ты говоришь но я позволю здесь не совсем согласиться поскольку бениамин в рассказе о гражданской войне не представлен как положительный герой то что там я просто сегодня на этом не заостряю внимание мы к этому еще вернемся но в принципе он становится в конечном счете жертв и положительным героем а жертв потому что в конечном счете это война приводит почти полному искоренению колена бениамина теперь опять таки как бы все это построено довольно как премудро а потому что во главе колен стоит колено иуды который ведет войну против бениамина и в результате как бы бог поддерживает их в этой войне очевидно что с точки зрения автора книги судей вся эта ситуация крайне печальная и является своего рода деградацией состояния израиля потому что израиль который должен был изначально воевать с ханаане и тогда тоже иуда должен был идти впереди не справился в конечном счете со своей задачей и поэтому все в конце эпохи судей свелось гражданской войне внутри самого израиля и это положение митер нестерпимо и должно быть найдено решение какое решение об этом будем говорить дальнейшем вот но во всяком случае сказать что колено бениамина представлена в этой гражданской войне как мы как протагонист не получается но нигде там единственное чувство которое она может вызывать конечном счете это жалость жалость которую она вызывает у остальных колен израиля потому что они понимают что гражданская война привела исчезновению почти почти полному исчезновению целого колена чего они не хотят вот но в общем вся эта история чрезвычайно мрачная она кончается тоже довольно некрасиво кражи невест там короче говоря цепочка преступления 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 то что мудрецы тоже называли использовали выражение авера горе ретавера а преступление ведет к преступлению и все-таки я возвращаюсь к исходному своему вопросу чего хочет автор книги судей здесь автор редактор книги судей почему он так очерняет колено бениамина чего он добивается все-таки колено бениамина не единственное колено северное колено которое могло стать объектом его критики действительно так но 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 колено бениамина становится объектом самый жесточайший критики нигде другие колено не сравниваются не сопоставляется с адамитянами сопоставить кого-то с задомом это так сказать похвала в кавычках высшего разряда есть у пророка их из келя сравнивается поведение иудеи перед разрушением храма с поведением содома то есть это как бы та метка тот эталон преступления ниже которого пасть уже нельзя почему ну создается впечатление что основной сейчас начал говорить по моему гриша гриша григорий да вы начали говорить да да создается впечатление что основной тренд как бы подготовить читателя к возвышению дома давида вот и а в начале может быть какие-то словословия дому шауля вот и все это так сказать было бы логично если потом спустя какое-то время не появляется рассказ об эстер что вы имеете ввиду а я понял потому что мордыхай мордыхай с колена бениамина но вы не забывайте что это уже совсем другая эпоха другая другая эпоха это эпоха послепленная и там на самом деле сейчас как бы вдаваться в это слишком не хотел бы но на самом деле книга эстер представляет собой ее сюжет в известном смысле исправление греха шауля а так что все достаточно сложно но то что вы сказали возможно да вот так же у нас и шауль сначала был замечательный царь и шмоль а потом скатился на то что вот он пошел ну вот в общем я как бы готов принять оба замечаний то что говорил григорий то что говорит на хама с одной стороны это действительно подготавливает нас к тому что колено бениамина отвержена да и что первый царь который произойдет из колена бениамина это провал в конечном счете это провал и и что называется яблоко от яблони далеко падает и поэтому человек который вышел из таких людей из жителей вот этой гивы их потомок значит чего от него ожидать понятное дело что это провал теперь и надо совсем другого лидера не этого не из колена бениамина из колена иуды теперь второй момент то что на хама сказал действительно шауль в книге шмуэля описан сложно неоднозначно в отличие скажем от книги девира имен он представляет такую довольно трагическую фигуру и во всяком случае он действительно начинает хорошо он избранник божий который спасает израиль окончает тем что бог его отвергает за совершенные совершенные им преступления не садомского характера совсем но все-таки за прегрешение за неисполнение воли бога отвергает и можно действительно предположить что в рамках композиции книги судей как ее понимал автор который опять же автор в понятии древности это не просто человек который сидит и пишет он собирает традиции его распоряжение находились северные традиции рассказы о суде которые открывались рассказом об и гуде синидеры из колена бениамина и как миша справедливо отметил видимо родственными связями с точки зрения автора связанным связанные с будущим домом царским домом шауле и вполне возможно что этот автор действительно композиции своей хотел создать вот это впечатление хорошего начала и дурного конца в прошлый раз мы отмечали что одна из особенностей композиции книги судей заключается в том что если посмотреть внимательно только расположены рассказы о суде кто можно действительно увидеть некоторую постепенную деградацию первые судей и гуд и двора они в общем практически без сучка из задоринки никто не проявляет никаких претензий вслед за тем есть гидон который тоже казалось бы персонаж идеальный но в конце начинаются какие-то проблемы говорится о том что он сошел с правильного пути и уклонился от служения богу затем и в так который вообще является фигурой крайне проблематичной непонятно вождь и он израиля или главарь банды как бы описание такое неоднозначное и потом шимшон о котором я думаю мы будем говорить сегодня но уже видимо в следующий раз шимшон который является фигурой крайне странный крайне неоднозначный с одной стороны вроде как тоже судья и спаситель израиля с другой стороны человек который в основном занимается тем что гоняется за филистинлянскими женщинами фигура высшей степени проблематичной и вот такое расположение она как бы может подвести читателя постепенно представление о том что с течением времени эпоха судей деградирует и ее конец действительно такой печальный и страшный это та история которую мы читаем такой абсолютный беспредел политический и социальный хаос моральная деградация дальше которой уже некуда идти то есть иными словами стрела здесь пускается видимо действительно в сторону царского дома шауля о котором речь пойдет книги шмуэля мы увидим я сейчас еще дам некоторое небольшое количество времени для вопросов видимо я не совсем точно рассчитываю время такой раз сюжет видимо нужен целое нужно целое занятие мы мы увидим что и в случае с шимшоном ситуация очень похожая с одной стороны есть рассказы о шимшоне по крайней мере часть из этих рассказов носит довольно героический характер мы это обсудим и не просто героически а здесь есть некоторое мы говорили в этом связи с рассказом о захвате ерехо рассказах о шимшоне есть очевидная попытка демифологизации шимшон принадлежит колену дана и сразу же в свет за этим это конечно не случайно рассказывается история о странствиях колена дана в поисках более приемлемого места более свободного и большого места для наследия и в рамках этого рассказа как мы увидим колена дана предстает тоже как своего рода шайка разбойников так что очевидно что здесь перед нами явная последовательная тенденция автора книги судей ну окей откроем еще некоторое небольшое время для вопросов да пожалуйста нет ли тут такого вот момента поскольку книги были написаны гораздо позже как я понимаю тех событий которые которые они описывают вот к тому времени когда была написана эта книга очевидно уже проявилось то что храм он будет на территории беньямина вот и чтобы как-то борьба за власть чтобы усилить власть иуды сказать это колено как бы убираются дороги чтобы укрепить лласти иуды как иудеи чтобы не было каких-то претензий на то что какое-то значение имеет поле наливания Смотрите, вопрос от датировки, вопрос, конечно, спорный. В свое время, сейчас это практически отвергнутая точка зрения, но существовала довольно долгая точка зрения, согласно которой книги, которые мы называем «Новим Решуним», создавались в эпоху Шлумо. Общее представление состояло в том, что Шлумо, кому бы его уподобить, Птолемею Филадельфу в эллинистическом Египте, собирателю огромной библиотеки, или, скажем, ассирийскому Ашруму Непалу, мощному царю, который, помимо прочего, создал административный аппарат, который занимался в том числе и историографией. Значит, по целому ряду причин эта точка зрения была в последние десятилетия отвергнута как археологами, так и библеистами, которые, мы сейчас как бы не говорим о конкретных вещах, связанных с Объединенным Царством, но в целом, как бы очевидно, что настоящая писательская деятельность начинается, ну, никак не раньше 8 века до новой эры, а в Израиле, в Северном Царстве. А что касается иудеи, то еще позже, где-то в конце 8-го, в середине 7-го века до новой эры. И поэтому, как бы, если не брать крайнюю, такую радикальную точку зрения, которой придерживался, скажем, упомянутый уже мной Мартин Нотт, немецкий библиист, который считал, что все это произведение, которое он называл дифтерономистическим корпусом, было создано уже в послепленную эпоху, или, по крайней мере, в пленную эпоху, как бы сегодня, не то чтобы консенсус, но такая устойчивая точка зрения состоит, что основной, в основе своей, этот корпус создавался ближе к концу 7-го века до новой эры, во времена царя Йошияху, одного из последних царей иудеи, который, судя по всему, так это явствует из истонахических описаний, видел в себе своего рода второго Давида, который стремился как бы вот воссоздать это объединенное царство, в центре которого находится Иерусалим, Иерусалимский храм, и, соответственно, все, что находится вне, лишается какой бы то ни было легитимации, и, скажем, святилище в Бейтели, оно оскверняется во времена Йошияху, фактически аннулируется. Поэтому можно, конечно, говорить о борьбе между Иудой и Бениамином, но, скорее, не столько, это такая борьба за прошлое, не борьба настоящего, борьба за прошлое, потому что никакой такой силы у колена Бениамина в то время уже, естественно, нет. Вот это, опять же, подготавливает нас к пониманию образа Давида во всем этом корпусе. Еще вопросы? Да, Миша. Он, правильнее сказать так, на каком-то этапе, судя по всему, ну, некоторые считают в результате административного деления, описанного во время царствования Шлумо, когда, как бы, исконные этнические границы были изменены. Во всяком случае, в начале объединенного царства, Рыхаваам, Аса, а с другой стороны, Яроваам, Баша, там уже Бениамин представлен как колено, примыкающее к колену Иуду, они соседствуют, да, и Бениамин чуть-чуть севернее Иуды. Но до Шлумо очевидно, по крайней мере, вплоть до окончания рассказа о Давиде, Бениамин есть сила, противостоящая колену Иуды, бунтующая против колена Иуды. Нет, нет, я просто говорила о том, когда написана книга, не отделялась этой Иуды. Верно, но я просто говорю, что это спор скорее о прошлом, чем спор настоящего. Да, верно. Да, Миша, у тебя тоже был вопрос? Ну, мне кажется, немножко натянутым, что книга Судина написана ввиду будущих царств. По-моему, ее нужно рассматривать в собственном контексте. А собственный контекст такой, жуткая гражданская война. Но должен был же быть у нее какой-то повод. Вот поэтому приведена эта история. Да, но я понимаю, что... Это, по-моему, самое главное, для чего она приведена. Да, это так и не так, потому что я как бы специально этого не касался, мы этого коснемся в дальнейшем. Но что является рефреном в этих рассказах? Рефреном в этих рассказах является следующая фраза. В те дни не было царя в Израиле, каждый делал все, что ему захочется. То есть, очевидно, забегая вперед, что с точки зрения автора книги Судей, проблема, вся проблема, которую представляет собой эпоха Судей, заключается в том, что у Израиля нет царя. Мы об этом будем специально говорить, об этом тоже внутреннем противоречии, которая касается как книги Судей, так и книги Шмуэля, вопроса по отношению к институту царства. Но я не думаю, что можно сбросить со счетов этот аргумент, что все здесь, все описание так или иначе привязано к вопросу о том, есть или нет царь в Израиле. Еще вопросы? Замечания? У меня есть какая-то некоторая общая, но я боюсь, что это займет много времени. Я буквально в одну фразу скажу. Такое, в общем, не политиковое корректое замечание. Слеха. Пожалуйста. При первом чтении, если мы отстраняемся от того, можно ли высказывать свои собственные пожелания, ли мы должны держаться внутри обсуждения традиционных текстов и все. Но если просто отрешиться и дать человеку вот с улицы, скажем, прочитать, первое, что он скажет, какой дикий мир, в какой романе они жили. Он совершенно не похож на наш мир. В нашем мире человек, который режет кого-то на части, на него не идут войны. Есть межпад. И поэтому, как бы, большой Симан Шиила, слеха, да, большой Симан Шиила, насколько вообще легитимно нам делать какие-то выводы для нас, для нашего времени из Сипурей Танах, когда ситуации, которые описываются зачастую там, они настолько выпиющи, не похожи на наш мир. Ну, смотри, я сказал бы так. Опять же, это и так, и не так. Конечно, ментальность меняется. Конечно, культурные коды меняются. Сказать, да, то, что было принято говорить в 18-19 веке, что человечество постепенно, так сказать, как бы поднимается из пучин, из пучин такого примитивной жестокости. Сегодня, после 20 века, это, в общем, не выдерживает, судя по всему, критики, потому что мы видим, что и современная цивилизация может привести к таким страшным жестокостям, которые предкам нашим даже и не снились. У них даже инструментария такого не было, чтобы такие жестокости устраивали. Теперь выводы. Выводы какого характера? Значит, если говорить о выводах, скажем, юридического характера, да, это, конечно, не наш современный суд. Понятно, что это не современный демократический суд, хотя тут описан некий суд, вот эти колена собираются на общий совет и постановляют выдать преступников. Преступники должны быть наказаны. Они это требование обращают к колену Бениамина. И лишь после того, что те отказываются выдавать преступников, тогда начинается гражданская война. Значит, разумеется, повторяю, культурные, социальные, моральные коды меняются. Но, как бы, в конце концов, задача сегодняшнего обсуждения и нашего курса вообще это не столько, как бы, понять, каково соотношение между сегодняшними культурными кодами и культурными кодами прошлого, сколько просто понять эти культурные коды прошлого и понять, как они соотносятся с историографическим трудом. Понятно, что любая историография, самая современная, никогда не свободна от каких-то идеологических установок. В конечном счете, любой историк, какой бы он объективен, не был, он как-то живет внутри определенных культурных мифологем, можно сказать. Наша задача – понять эти историографические мифологемы в Танахе. Как бы, вот это, как бы, та цель, которую я и ставил перед собой сегодня. Значит, в следующий раз мы, повторяю, я не знаю, возможно, что следующее занятие целиком уйдет под дан, как сегодняшнее занятие ушло под Бениамина. Потому что о Шемшоне есть много чего можно сказать. И мы это скажем. Но в качестве такого триггера к дальнейшему, что следующий после Шемшона и Дана разговор, он будет о Гедоне и вопросе царства. Вот это, как бы, будет вопрос, который нас, тот вопрос, который нас будет интересовать. Ну, а сегодня мы, вроде бы, не решаем. Давайте тогда, я предлагаю, Давид, Дима, огромное спасибо. Я понимаю, что в рамках… Миш, если можно, только у нас следующее занятие, но неважно, говори. Нет, я хочу, чтобы в следующий раз подробнее рассказали про эту гражданскую войну. Мы про нее расскажем, Миша. Мы про эту гражданскую войну расскажем, но не в связи со заговором о Шемшоне и Дане, а как раз и с разговором о царстве. Вот как бы не ближайшая тема, а следующая, она возвратит нас к разговору о гражданской войне, разумеется. Окей. Мы не сможем, конечно, все охватить, очень много вопросов, продолжим в следующий раз. Кроме того, лектор великодушно отвечает на вопросы граждан, если они разумные, но разумность зависит от вас, поэтому, пожалуйста, присылайте их либо мне, либо лектору напрямую, либо пишите в Телеграме, мы их переправим. Окей, и будем продолжать наш диалог. Все хорошо, все равно, кто вот и более веселых историй, скажем так. Спасибо. Да, веселые дыши.